Дорогие братья и сестры, сарам алейкум архматуллах, наконец снова долгожданная встреча с нашим шейхом Асхатом и уже объявление о начале месяца Рамаданда. Машаллах, Машаллах, Саламу алейкум, Баркаду, уважаемый шейх Руслан, братья и сестры, поздравляем вас всех с наступлением этого месяца, как пророк Мохаммад саллаху алейкум саллаху алейкум саллаху обращался с сахабом, говорил, Атлякум шахур мубарак, там прошел благодатный месяц. Завтра уже первый день постимся, и я хотел спросить нашего шейха Асхата, как сделать так, чтобы месяц Рамадан для нас оказался не только месяцем голода, и чтобы вышли мы из него не только с набитым животом. Вот как построить эту программу месяца Рамадан для семьи, именно на семейном уровне, чтобы каждый член семьи что-то приобрел, и что это за приобретение, дорогой человек? Вы очень правильно указали, шейх Руслан, чтобы просто так это не было некой голодовкой, потому что, как часто, так скажем, непрактикующие люди, которые не практикующие религию, люди, они говорят, что думают, что это некая диета и так далее, но Рамадан, пост, это не диета, а именно для чего Аллах Субханна предписал нам поститься? Может быть, вы станете богобоязненными, сказал все еще Аллах, это основное, Аллах не сказал, может быть, вы будете голодать, то, что вы будете испытывать жажду, нет, может быть, вы станете богобоязненными. И также, правда, Мухаммад Шалаллах сказал, доставим в халифе, «Мал-лями мяда'а кавля-с-зур, вал-амля бихим фалейс, лил-ляхи хаджетан, мин-ан-ян яда'а кавля-т-аамам шарада» То, кто не оставил скреннословий в месяц Рамадан, то есть и, соответственно, на этом скреннословии какие-то плохие действия, то у Аллаха нет нужды, чтобы человек оставил ради него пить его или еду. Поэтому мы отсюда понимаем то, что основное, для чего Аллах предписал нам поститься, чтобы стать лучше, чтобы стать ближе к Аллаху, чтобы стать добоязненными и набожными. Поэтому основное, что человек верующий должен как-то правильно распределить порядок своего дня, потому что в Аллахе это самое опасное состояние гафля, когда человек в некой беспечности. То есть бывает так, что человек проснулся, вроде как сильно проснулся, уже ложится спать вечером, а что я сегодня сделал? А что я сегодня сделал? Или, например, день пролетел, рамадан пролетел. Вот даже просто задаться вопросом. Очень быстро год пролетел. Я только сегодня об этом думал. Вчера мы с вами в Сахаре были вместе с вами. А вот теперь задают вопрос, а что мы сделали от прошлого рамадана до этого рамадана? Сколько времени пройдет, чтобы рассказать у вас? 10-15 минут. 15 минут, но время пройдет. А вот год пролетел. И так же наша жизнь от 1 к часу. Поэтому, субханаллах, в тот день, когда мы в Судный день перед Аллаху, не будем помнить, что мы совершали, Да, Аллах, чтобы нам сказал, а мы помним. Я помню. Абшир биджанна. Я помню. Радуйся раем. У тебя есть такое-то благое деяние. Мы тебе такое-то благое деяние зафиксируем и так далее. Поэтому нужно правильно распределить этот месяц, дабы не быть беспечным. Просто так, чтобы он не пролетел в месяц, мы не поняли, что мы еще сделаем. Должна быть программа какая-то. Например, обязательно 4 Кур'ана. Почему? Потому что в Сахаре Рамадане Аллах сказал, Тот месяц, в который Аллах спасал Кур'ан. То есть, Аллах, субханаллах, описал месяц Рамадан именно тем качеством, что Аллах в этом месяце не спасал Кур'ан. Аллах не сказал, шаху Рамадану, шаху Русиану. Нет, Аллах сказал, шаху Рамадан, которые не учили в Кур'ан. То есть, получается, месяц Рамадан, его почтение, его статус связан именно с тем, что было не спасло. То есть, я прошу прощения, дорогой человек, можем ли мы рассматривать месяц Рамадан как, я не знаю, курс, месячный курс, образовательный курс, как, я не знаю, короткая школьная программа, из которой мы должны выйти с каким-то дипломом, условно говоря, божественным дипломом, в котором будут наши приобретения. Первое, это вы сказали, аква богобоязнь. Второе, это уже лучшее знание Кур'ана. И вот, вот так вот, цели, чем прямо вот, приобретение, которое мы можем вместе с Рамадан. Часто, например, задают вопрос, аль-хамдалля, вы знаете, арабский язык, ну, блин, много мусульман, которые могут читать Кур'ан, но не понимаем. Поэтому, говорят, как лучше, читать Кур'ан или читать перевод Кур'ана? Говорим, распределиться. После Зухра, пусть у вас будет время, где вы, скажем, минут сорок, там, читаете Тафсир. Да. После Асара, например, там, час, например, чтение Кур'ана без перевода. Потому что, основное, Кур'ан, для чего Аллах нас послал, для чего? Чтобы мы над ним размышляли. На халяй тадаббару на Кур'ан, свящу Аллаху. Неужто не размышляет над Кур'аном? Поэтому бывает то, что, субханаллах, человек за весь Рамадан, бывает там, по десять раз хатим делает, но не понимает, о чем он читает. Поэтому, также, мы должны понимать то, что мы читаем. Также, это размышление над Кур'аном. Также, то есть, богобоязненность. Первое, богобоязненность. Второе, уже лучшее знание Кур'ана. И третье, это тадаббур. Также, благие деяния, в общем, в Рамаданах. То есть, уже изначально, сегодня, человек должен сделать намерение в сердце, что в этот месяц я многое сделал, благих дел. Как Ахмед бин Хаммель сказал своё сыну Абдулле, то, что он говорил, намеревайся дело благое. То есть, если ты даже не сделаешь что-то благое, не успеешь это сделать, или не сможешь сделать, то тебе уже с двойным намерением напишется то, что ты его сделал. То есть, сделайте намерение. Иншаллах, я много садатас там. Иншаллах, я ифтары много проведу. Иншаллах, я минимум три-четыре раза хатмы Кур'ана сделаю. Иншаллах, намерение, я буду ещё лучше относиться к своим родителям, к близким, к родственникам, к соседям. Даже если ты что-то не сможешь сделать, тебе что-то произошло, что ты не смог это сделать, например, не три раза хатмы сделал, а два раза, тебе за намерение уже награда запишется. Это в общем. Потом отдельное намерение на каждое какое-то благое деяние. Например, я, иншаллах, сделаю ифтару себя дома проведу. Потом, например, я буду читать тарвих намазы, я буду читать тахадют намазы, я буду вот это делать и сделать и к этой цели идти. То есть, основная, братья и сестры, поймите, чтобы мы после Рамадана стали лучше, чем мы были до Рамадана. и это есть именно ..." А'аламатэтийгКАмуль", именно то, что Аллах вкус будет знамений… Знамение того, что принято. Знак того, что нас принято. То, что у человеку после поклонений стал лучше, чем он был до поклонений. Поэтому, субханалл kort. Очень тонко не станут. И простите дуа, отдельное дуа, чтобы Аллах субханхуата'алял облегчил нам постится в этом месяце Рамадана. Чтобы Аллах субханхат наCH emissar, потому nervous, мы знаем братьев, которые начали поститься, заболели какой-то болезнью, даже не смогли продолжить, чтобы Аллах дал нам здоровье и пропоститься. Кто-то, например, у кого-то было намерение выставить ночную молитву, начал ходить на Тарамих-рамаз, брат один попал в аварию и не смог потом дальше расходить на Тарамих-рамаз. Дорогой фейх, вот буквально сейчас мы с вами делали вечерний намаз, и после вечернего намаза я встречаю земляка с Кавказа. Он говорит, я так боялся не дожить до этого Рамадана. Молодой парень, я так боялся, говорит, не дожить до этого Рамадана. И когда вдруг услышал, что Рамадан наступит на один день позже, была сначала такая информация, я говорю, так у меня прям сердце колотить начало. А потом вновь подтвердили, что все-таки мы завтра постимся, он говорит, архамдуллах, архамдуллах, хавала Всевышнему, что он позволил мне хотя бы одной ногой, говорит, наступить в 8 месяцев. Клянусь Аллахом, если бы сейчас обитатели делом сказали, пожелайте, что хотели, они пожелали бы один час провести вместе с Рамаданом, потому что знали, какое-то благо в этом месте. Поэтому Аллаху Али, мы доживем до следующего Рамадана или многим доживем. Поэтому каждую секунду, каждую минуту наслаждайтесь поклонением, чтобы не было наше поклонение, знаете, прочитали Тарайин Хамаз быстро, алхамдуллах, все, и кому-то все, и пошел дальше. Аллах, как говорится у нас, алхамдуллиллах, то, что день прошел и так далее. Нет, именно наслаждайтесь каждой секундой, каждым ракиятом, каждым аятом, каждым, то есть, субханаллах, любите то, что любит Аллах, субханаллах. Откройте сердца перед Аллахом в этот месяц, подобно тому, как Аллах открывает врата рая перед нами, субханаллах. Раскройте душу Аллаху, субханаллаху, 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 вместе собираемся, от того, что братья становятся друг к другу ближе, от того, что семья наполняется светом Рамадана, близкие, родственники. Я вижу, как с каждым днем все больше и больше те, кто отрицал вообще необходимость намаза и слава. Долгие годы сопротивлялись этому, особенно выходцы из Южного Дагестана, выходцы из других республик Северного Кавказа, где ислам слабый, они знают это. Именно Рамадан изменил сердца, именно через пост, через привязанность к тому, чтобы собираться вместе, эти люди, жестко настроенные родственники, жестко настроенные земляки, начали меняться. И ты, когда видишь, как Рамадан волшебным образом меняет сердца людей, Субханаллах, уже такая привязанность, такая любовь к месяцу Рамадан. Это еще, не приобретение, вот эта вот любовь, молодая, вот эта вот склонность. Мы поклоняемся Творцу Рамадана, но это именно та школа, тот университет, где мы себя воспитываем. И ты удивляешься, когда видишь человек, бывают такие люди свои, и всегда какие-то недовольные, и так далее. И в Рамадан вот такой же остается, и ничем не меняется, и думаешь, какое же жесткое сердце у человека. Поэтому, просите, каменное сердце, поэтому, да, даже месяц это не повлияет, поэтому стараться смягчить сердца, приблизиться к Аллаху. Дорогой человек, еще насчет одного приобретения, напоследок хотел вас спросить, стоит ли настаивать, чтобы дети постились? Стоит ли жалеть детей? Может быть, через то, что детей мы приучим к посту, мы получим более, скажем, стойкое поколение, может быть, мы получим более привязанное поколение? Или же не стоит заставлять детей, подростков, ну, вот, 13, 14, 15 лет? Многие родители жалеют, как давай до половины будешь поститься, там не полностью будешь поститься. Как нам с детьми поступить, и будет ли это нашим приобретением? Вот, напоследок хотелось бы спросить. А, Бара Клафикум. Мне кажется, это, как бы, относится к каждой семье, как бы, индивидуально, но, если, например, с детства, Аль-Хаммда, они приучаются, хотя бы по полдня, 7-8 лет, по полдня, потом уже он сам, как бы, когда уже станет полдовольствие разливать, когда уже больных станет, уже уступит время полдовольствие разливания, то он уже, как бы, автоматически уже зайдет пост, ему не надо будет в это время, когда ему уже фарт поститься, объясняют, что он должен поститься, ему тяжело, он должен привыкать, приучаться изначально, то есть, если 13-14 лет, я думаю, он уже такой человек, мальчик или девочка уже сможет поститься. Уже полностью. Полностью сможет поститься, конечно. Для того, чтобы подготовить. Но это нужно изначально, подгоняться, если там семьи с 8-летним возрастом, в игровой форме, с по полдня, и так далее, и потом уже постепенно, постепенно, Аль-Хаммдар, уже. Дорогие братья и сестры, вы видите, сколько приобретений перечислил дорогой наш шейх Асхат, и я сейчас не буду их повторять заново, чтобы не занимать время, но одно из самых тоже главное для меня приобретений это таравихи нашего шейха Асхата. Я уже просто сердце припечу от того, как мы будем ставить таравихах, и весь ряд будет рыдать, понимаете? У меня вот первые мои намазы тоже начались в Дамаске, первый Рамадан, когда я видел, как весь ряд содрагается. Мужчины стоят, накрытые капюшоном, и плачут, капают слезы, я видел эти слезы, и у шейха Асхата сейчас тот тоже самое, но сейчас в ожидании. Еще раз искренне поздравляю вас, дорогой шейх, поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры. Все, ныряем в месяц Рамадан. Машала, вперед. Валекула. Валекула.